В завершении разговора про сверхмассивные черные дыры мы рассмотрим еще ряд тем, некоторые довольно быстро. Мы поговорим о джетах очень быстро, о проливных разрушениях звезд и о спектральных линиях. Есть ряд обзоров по разным тематикам, но здесь в основном перечислены обзоры по джетам и активным ядрам галактик, обзоры по проливному разрушению и по линзированию будут появляться по ходу. Начнем очень быстро с джетов. Джеты в активных ядрах галактик качественно во многом похожи на джеты в двойных системах, о которых мы уже говорили. Есть сверхмассивная черная дыра, есть аккреционный диск вокруг, как мы говорили, и есть джеты, которые запускаются или из внутренней части диска, или, возможно, из эргосферы. Дальше есть окружающее вещество, которое может переизлучать, рассеивать излучение диска. Джеты где-то останавливаются, поскольку они не в пустоту бьют, а в межгалактическую среду. И, соответственно, появляются вот такие области на концах джетов, которые часто наблюдаются в радиодиапазоне, и по-русски довольно смешно называются радио-уши. Система джет-диск в двойной системе очень похожа. Принципиальная разница состоит в наличии звезды компаньона, которая важна в первую очередь как мощный источник оптических фотонов. Оптических, немножко инфракрасных, немножко ультрафиолетовых, которые могут забрасываться в диск. В диске есть частицы высоких энергий, ускоренные вдоль джета. Забрасываться в джет. В джете есть частицы высоких энергий, ускоренные вдоль джета. И, соответственно, эти фотоны могут рассеиваться на частицы джета, и тем самым может получаться жесткое излучение. У активных ядер-галактик напрямую такого механизма нет, но иногда есть какие-то другие источники фотонов. Принципиальная разница состоит в масштабах. В таком первом приближении система просто масштабируема. То есть у нас в миллион раз больше черная дыра, значит, в миллион раз больше Шваршидовский радиус, радиус последнего стойчивого орбита, ну и дальше пошло поэт. Все характерные величины в миллион раз больше. Больше в миллион раз эдингтоновской светимости. Поэтому светимость диска, которая в первую очередь ограничивается эдингтоном, там есть некоторая хитрость. Поскольку диск это вот как бы такой набор колечек, то полная светимость диска может превосходить эдингтоновскую. Возникает локальный предел. А полная может быть больше. Но при этом светимость джета может быть еще больше. И механическая в данном случае энергия. Под светимостью джета я имею в виду не электромагнитное излучение, а кинетическую энергию, мощность джета, она может быть гораздо больше, чем мощность диска, что мы еще увидим. Гамма-фактор вещества, движущегося в джетах, достаточно большой. Если у двойных систем, то есть у черных дразвездных масс, этот показатель несколько, то у активных ядерогалактик он легко может достигать нескольких десятков. Есть неплохой обзор по джетам. Вот его номер. На него неоднократно я буду еще ссылаться. Там есть такой полезный скетч, где джеты разных типов нанесены на один рисунок. И здесь проведены нормировки. То есть темп аккреции нормирован на эдингтоновский темп, светимость диска на эдингтоновскую и мощность джета тоже на эдингтоновскую. Соответственно, красным показана светимость диска, синяя мощность джета. Мощность джета здесь принята прямо пропорционально им с точкой. Ну и, соответственно, она может превосходить эдингтоновскую, поскольку здесь такой предел не работает. Ну вот на такой график можно нанести и джеты в активных ядерогалактик разного типа, и джеты в двойных системах. Ну, в принципе, джеты в гамм всплесках, в принципе. Соответственно, в зависимости от ориентации, помните, мы говорили об унифицированной единой модели активных ядерогалактик, при разной ориентации системы джет-диск относительно луча зрения мы можем наблюдать объекты разного типа. Ну вот, скажем, вот здесь при одной ориентации мы видим галактики фонаров Райли первого типа, при другой ориентации объекта типа Бейллацерты. Вот при значениях темпа аккреции порядка димтоновского немножко выше, при одной ориентации мы видим квазары с плоским спектром, при другой ориентации, когда мы смотрим на диск с ребра, мы видим галактики фонаров Райли второго типа. Соответственно, джеты наблюдаются и у близких галактик, и у далеких галактик. Самый такой мощный близкий джет, это джет, наверное, в галактике М87, но есть джет у самого близкого пазара 3C273, он справа показан. А слева, ну, рисунок, это, естественно, такая, не совсем фантазия художник, но это рисунок, скетч в неком смысле. А вот на врезке реальное изображение, это квазар на большом красном смещении, и у него наблюдается джет. То есть у таких далеких объектов джет может быть не очень впечатляюще выглядеть, но если все это пересчитать в абсолютные величины, то параметры будут вполне себе впечатляющие. Джеты довольно часто встречаются у активных ядров галактик, но это не нечто, что встречаются обязательно такие мощные джеты у любого активного ядра. Здесь, конечно, надо сделать оговор, в принципе, при аккреции на черную дыру более или менее всегда возникают какие-то истечения, но в данном случае речь идет о таких мощных сформировавшихся джетах, и они, как вы видите, присутствуют примерно у 10% активных ядрогалактик. Существует классификация джетов у галактик разного типа, но вот здесь как раз приведены упоминавшиеся два типа в Фонаро-Фрайле. Первый тип и второй, соответственно, вот джеты первого типа. Мы смотрим на картинку на практически с ребра, мы видим два достаточно симметричных джета, а у радиогалактик первого типа мы видим вот они, большие радиоуши, такие симпатичные, вот центральный источник, и мы видим односторонний джет, джет, который направлен на нас. Но это не значит, что второй, естественно, нет. Джеты обладают очень разной энергетикой, и, соответственно, это приводит к разной морфологии немножечко. Соответственно, вот в совсем недавнем обзоре можно порядка почитать, посмотрите много красивых картинок, есть действительно очень мощные джеты, которые проявляют себя как огромные структуры. Излучение джета не связано только с радиодиапазоном, ну и вообще, естественно, излучение активного ядра. Люди постоянно ищут корреляции между, например, жестким излучением рентгеновским и радиоизлучением. Корреляции такие обнаруживаются, но часто они довольно размыты. Иногда по отдельным типам галактик можно видеть достаточно хорошие корреляции, как вот видно здесь, из зеленой линии эта корреляция нарисована. В формировании джета, в его коллимации, в его проявлениях большую роль играют магнитные поля. Для близких джетов это удается изучать. И, в частности, радиоастрон внес довольно заметный вклад в это, поскольку радиоастрон достигал рекордного углового разрешения в любом диапазоне, строго говоря, просто наблюдал он на сантиметровых основных волнах. И поэтому рекордное вообще в астрофизике угловое разрешение было достигнуто именно на этих волнах. И это позволяет очень хорошо изучать структуру джета, но часто не позволяет очень близко подойти к ядру. Соответственно, наблюдают и на более коротких волнах, и тогда, как правило, можно изучать структуру гораздо ближе к ядру галактики и добираться до очень маленьких масштабов, вот уж совсем таких субпарсековых. Есть всякие интересные результаты. Например, вот по джету от 3C84 удалось отследить структуру джета вплоть до малых сотен шварш-сюдовских радиусов. И на этих радиусах джет уже цилиндрический. То есть смотрите, джет откуда это стартует, и, соответственно, он вначале должен иметь более-менее коническую форму, а потом за счет мощной коллимации переходит в цилиндрическую форму. И тот факт, что вот уже там на двухстах шварш-сюдовских радиусах джет цилиндрический, говорит о том, что запускается он, скорее всего, из внутренних частей диска, а не из эргосферы, потому что, если бы он запускался из эргосферы, нужно было бы предположить очень быстрое превращение вот этого консообразного течения в цилиндрическое. Моделями это не подтверждается. И соответствующий результат цилиндрической формы джета на малых сотнях шварш-сюдовских радиусов авторы интерпретируют как то, что джет запускается все-таки именно из внутренних частей диска. Это еще важно для понимания того, что является источником энергии для джета. В джетах наблюдаются структуры, в частности, наблюдаются вот такие узлы, блобы. Видно, как они распространяются. То есть, вот изображения получены в разное время и, соответственно, прямые линии соединяют одни и те же детали. То есть, видно, как они двигаются по джету. И, соответственно, можно представить себе два варианта. Первый – это прямо вот такие выбросы, да, пушечные ядра, выклевываемые центральными источниками, они с самого начала летят по джету. Или же эти структуры образуются в результате неустойчивости в самом джете. Возможно, в разных джетах реализуются и то, и другое. То есть, есть примеры, и когда джета связаны с процессами в источнике, в диске, что наблюдается по корреляции изменений параметров рентгеновского излучения, за которые отвечает диск, и появлением вот этих самых структур. Ну, и есть примеры, когда структура явно возникает в самом джете за счет неустойчивости. Экстремальным случаем являются глазары. Это источники с джетом, и джет направлен прямо на нас. Соответственно, что важно, что в джете двигаются трилитерийские частицы, излучают они, естественно, в направлении своего движения. Есть трилитерийский биминг. И, соответственно, когда мы смотрим прямо в джет, они прямо на нас и излучают. Мы видим источник, во-первых, большой мощности, а во-вторых, мы видим очень жесткое излучение, которое простирается до жестких гамма-лучей. Соответственно, поэтому глазары очень активно изучают в гамма-диапазоне. До появления обсерватории Фермия данных было немного, на таких на гэвных энергиях, на сотнях гэв, на десятках гэв. С запуском Фермия удалось отнаблюдать огромное количество активных ядер галактик. И одновременно технический прогресс привел к заметному развитию наземной гамма-астрономии, которая работает уже в ТЭВном диапазоне. И сейчас достигнута такая смычка. С одной стороны, наземные инструменты пытались уменьшить нижнюю границу регистрации, чтобы уйти в сторону того диапазона, который наблюдается со спутников. А на спутниках, наоборот, пытались, соответственно, двигаться в сторону больших энергий. И сейчас весь гамма-спектр неплохо перекрывается наземными и космическими наблюдениями. И можно рисовать вот такие спектры. Спектр Блазара имеет характерную такую вот двугорбую структуру. И второй горб, часто он выше, он добирается до очень высоких энергий. Мы в самом начале сказали, что джеты наблюдаются в двойных системах с черными дырами звездных масс. И в 90-е годы был обнаружен замечательный феномен, феномен микроквазаров. То есть это двойные системы с черными дырами, где есть развитые джеты. И там наблюдается движение с большими гамма-факторами. В том числе наблюдается эффект так называемого сверхсветового движения. Когда, если вы просто берете наблюдение джета и условно по формулам из первого класса из пункта А в пункт Б вышел пешеход, пытаетесь определить скорость движения Блоба в джете, он получает сверхсветовую скорость. На самом деле эффект связан с тем, что джет направлен почти на нас. То есть угол достаточно мал. Но сам Блоб двигается со скоростью околосветовой и свет от него двигается со скоростью околосветовой. Поэтому разница их скоростей не очень велика. Вот из пункта А в пункт Б вышел пешеход, мы пренебрегаем скоростью света. То есть мы видим этого пешехода, мы там со спутника шпиона наблюдаем, как пешеход идет из пункта А в пункт Б. По сравнению со скоростью пешехода скорость света равна бесконечности. Мы мгновенно получаем информацию. А здесь нет, и эффект был очень быстро, естественно, осознан, когда впервые в активных театрах галактики увидели сверхсветовое движение. Но сверхсветовое движение наблюдается и в галактических источниках. Это один из самых известных микроквазаров JRS 1915. Соответственно, джеты микроквазаров, которых в нашей галактике несколько, активно изучаются в разных диапазонах, в том числе радио, но масштабы, конечно, совсем другие. У активных ядров галактик джеты рекордные могут иметь длину сотни килопарсек, то есть до одного миллиона световых лет примерно, максимальные джеты. То здесь речь идет о тысяче астрономических единиц, то есть гораздо меньше, но если соотнести с массой черной дыры, то получается все примерно похоже. Значит, вот здесь показана, собственно, роль донора. Донор забрасывает за счет излучения диска или звезды, но вот здесь звезда дает больше. Если звезда гигант, то звезда дает очень много фотонов с энергиями, порядка электрон-вольт. Они забрасываются в джет, где есть частицы, двигающиеся с большими гамма-факторами. И за счет обратного Камптона появляется очень жесткий хвост с энергиями, видите, далеко уходящими за классический рентгеновский диапазон, например. То есть вот поскольку энергия в КЭВах, то вот он на самом деле более-менее классический рентгеновский диапазон, а вот это уже, соответственно, 9-й миллиард электрон-вольт. Это ГЭВ, это вполне себе гамма-диапазон, который наблюдает спутник ФЕРМ. Есть излучение и более жесткое от микроквазаров, есть ТЭФ-ные излучения, и это тоже хорошо изучается, примерно начиная с того момента, как заработала система телескопов ХЕС. Есть несколько галактических источников, для которых удалось получить ТЭФ-ные излучения, в том числе для Лебедей и КСАНДИ. Соответственно, модели джетов, они продолжают развиваться, там есть кое-какие неясности, но вот в частности там с ролью магнитных полей не все понятно, но в общем много есть загадок, и появление новых наблюдений с высоким угловым разрешением часто предъявляет новые загадки, они убирают, например, все старые. Но в любом случае джетов фактически всегда, можно сказать, связаны с дисками, и начальная скорость в джете, дальше частицы могут ускоряться, но начальная скорость примерно соответствует параболической скорости в месте запуска джета. Мощность джетов может быть очень большой, и люди наводят по этому поводу большую статистику, я не буду на этом останавливаться. Важно, что светимость джета зачастую больше светимости диска, это в общем такой вполне себе нормальный случай. Вот здесь как раз показано распределение джетов глазаров, по мощности, и мощность нормированная на светимость диска, видно, что подавляющее большинство имеет это отношение больше единицы. Ну вот здесь еще раз просто сравнивать, можно на правую картинку посмотреть, светимость диска по горизонтальной оси, и очень часто, видите, здесь верхние пределы стоят. А мощность джета по вертикальной оси, соответственно, вот как-то вот так шла бы единичка, и, собственно, вот эта серая область, здесь светимость диска пропорциональна M с точкой. А светимость джета, помните, всегда примерно пропорциональна M с точкой, а светимость диска тут начинает более половых себя вести. Соответственно, вот в области низких светимостей диска джеты оказываются более мощными. И по этому поводу постоянно обновляется статистика. Вот это из того обзора, который я упоминал, 11-го года, это из более свежей немножко работы картинка. Но с тем же соавтором. Есть интересные всякие идеи относительно роли джетов, влияния их на сверхмассивные черные дыры. Вот, например, 10 лет назад была интересная работа, где люди обсуждали тот факт, что положение сверхмассивной черной дыры в М-87 немножко сдвинуто относительно изофот, то есть сдвинуто относительно фотометрического центра галактики на несколько парсек и сдвинута вдоль джета. Соответственно, обсуждалась идея, что джеты несимметрично работают, и заради сохранения импульса черная дыра смещается из центра галактики, в котором она находилась, так что джеты могут интересным образом влиять на черные дыры, которые их порождают. Есть разные режимы работы джета, и, соответственно, есть разные корреляции со светимостью галактики. Здесь основная идея связана с изменениями сквозь диска. Существуют решения, аккреционные решения для дисков, в которых при низком темпе аккреции у вас эффективность излучения резко падает. То есть при высоком темпе аккреции вы можете считать, что светимость пропорциональна им с точкой, и есть постоянная эффективность, порядка, скажем, 10%, например. А если темп аккреции ниже, то тогда светимость начинает быстро падать и формируется поток с очень небольшим излучением, а энергия просто адвектируется, то есть уносится веществом под горизонт черной дыры. И есть несколько типов решений вот таких вот радиационно-неэффективных операционных потоков. Наблюдения джетов, вообще активных ядер галактики, позволяют определять массу черных дыр. Идея состоит в том, что вы сдаёте модель и строите спектральное распределение. И тогда у вас ключевым параметром становятся массы черной дыры. Соответственно, подбирая этот параметр так, чтобы модель наилучшим образом фитировала данные, можно попробовать определить массу черной дыры. В некоторых случаях это было сделано. И на левый показано, как это все фитировать. Есть данные наблюдения, есть ваша модель, и вы ее двигаете. Есть разные компоненты в спектре. Диск, корона, самосинхротронное излучение, когда фотоны, излученные электронами, рассеиваются на тех же электронов. То есть джет сам себе является источником фотонов, которые будут приобретать энергию от электронов высоких энергий. И, соответственно, на правом рисунке показано, как массы, полученные по спектральному распределению, вот сет, да, спектра энергию дистрибьюшн, коррелируют с массами определенными другим методом. Ну и видно, что корреляция неплохая. Причем всегда, вот, когда есть такие графики для черной дыры, обращайте внимание, они очень часто кажутся такими рассеянными немножечко, большие рарбары, но когда вы увидите, что это покрывает два порядка по массе черной дыры, то это производит впечатление. То есть это корреляция, работающая на достаточно большом интервале. Соответственно, люди непрерывно пытаются улучшать модели джетов, и забавно было в апреле прошлого года, когда появились данные телескопа горизонта событий, и, в частности, эти данные дали возможность достаточно точно измерить массу черной дыры в М-87, и там получилось примерно 6 миллиардов масс Солнца. И вот группа коллег из Фиана, из Фистеха Московского, которые много лет развивают модели джетов, соответственно, кажется, что у них уже была готова работа, приложимая к М-87, и, по сути, благодаря данным телескопа горизонта событий, они смогли решить обратную задачу. То есть не по данным джета, где есть неопределенности всякие, например, параметры замагниченности, вот это сигма джета, не по параметрам джета определить массу черной дыры, а наоборот, теперь, зная массу черной дыры, вы можете определять параметры джета. Так что, в общем, тоже хорошо, если у вас есть хорошая модель, то вы или с одного конца можете подходить к ней, или с другого, и, соответственно, используя более точные данные, получать какой-то такой вот educated guess относительно данных, которые до этого были плохо определены. Хорошо. Ну вот короткий экспресс джета я закончил, не хотел про них много и детально говорить, и теперь мы переходим ко второй теме, о которой немножко детальнее поговорим, наверное, это приливное разрушение звезд. Соответственно, пока есть газ, у сфер-массивной черной дыры может работать активное ядро галактики, потом газ заканчивается, все тихо, спокойно, но если звезда пролетит достаточно близко, так что приливные действия черной дыры разорвут ее, то тогда появляется сразу много газа, сразу там несколько солнечных масс газа. Этот газ частично остается у черной дыры, формируется диск и начинается аккреция. Разница принципиально состоит в том, что нет притока вещества. То есть вы сделали диск, но он потихонечку стекает. Поэтому возникает характерная зависимость, которая в простейшем случае соответствует падению темпа аккреции как время в степени минус 5 третей. И это очень важное свойство, которое, ну как мы увидим, в некоторых случаях нарушается, но вообще говоря, именно вот эта зависимость помогала и помогает идентифицировать такие события. Что вы видите с точки зрения наблюдения? Вы видите транзиент в центре галактики, некая вспышка яркая, ну или просто вы до этого не наблюдали это активное ядро, вы вдруг увидели мощный рентгеновский источник. Вы начинаете его мониторить, он спадает, его поток спадает, соответственно, вы можете предположить, что это просто переменность активного ядра галактики. Что-то там, какие-то неустойчивости в диске, например, появились. Но если спадает четко, как на минус 5 третей, это сильнейший аргумент в пользу приливного разрыва. Ну и естественно важно, чтобы до этого никакого активного ядра там не было, что исключает наличие мощного диска до появления транзиента. И падение по закону минус 5 третей дает очень хороший аргумент. Светимость при этом может быть большая. Ну и естественно, это все может в принципе выйти хоть на один тон. Есть другой интересный предел. Обычно понятие такой средней плотности черной дыры бессмысленное понятие. Масса там все равно сосредоточена в сингулярности именно веществу. И поэтому кажется, что это уж даже не средняя попальница, а что-то совсем такое странное. Тем не менее, средняя плотность черной дыры вполне себе оправданный параметр, если вы обсуждаете в проливные разрывы. И поскольку черной дыры масса пропорциональна радиусу, то плотность с увеличением массы быстро спадает, как, соответственно, квадрат массы или квадрат радиуса. И чем больше масса черной дыры, тем ниже ее плотность. Соответственно, она может проливным образом разрывать только очень рыхлые объекты. И поэтому получается так, что черные дыры звездных масс легко рвут нейтронные звезды при слиянии. Черные дыры с массой десятки тысяч масс Солнца могут разрывать белые карлики. И такое наблюдается, мы с вами посмотрим пример. Точно так же довольно трудно разорвать, например, бурый карлик или планету. И такие случаи тоже наблюдались. Далее есть черные дыры, которые могут разрывать звезды главной последовательности с характерной плотностью один град в кублическом сантиметре. И, наконец, более массивные черные дыры разрывают красные гиганты, а самые массивные черные дыры не разрывают ничего. То есть есть некий предел, черные дыры с массой около миллиарда масс Солнца уже, в общем, никакие объекты разрывать не могут. Что еще здесь нам надо указать, наверное? Ну вот светимость, если светится все на один тоне, то в момент максимума светимость очень слабо, как вы видите, температура очень слабо зависит от массы, и попадает это в мягкий рентген, жесткий ультрафиолет. Поэтому неудивительно, что первый кандидат был открыт спутником Росат. Спутник Росат, это был очень хороший рентгеновский обзор неба, который захватывал очень мягкий диапазон от 100 электрон вольт. И это просто идеально подходит под наблюдение приливных разрывов, поэтому неудивительно, что именно этот спутник дал первый кандидат. Но выглядит все примерно так. Звезда подлетает, начинает деформироваться, становится облаком, такого уже гравитационно-несвязанного газа. Соответственно, дальше это все приливными силами растягивается еще сильнее при прохождении, называется, перебутрос, перечернодыря. Соответственно, часть газа улетит, а часть образует аккреционный диск вокруг. И, соответственно, вот эта часть нас интересует, именно это мы и будем наблюдать. Как мы увидим, процесс приливного разрыва он довольно хитрый и сложный, его трудно моделировать в мелких деталях. И сейчас люди очень активно этим заняты, поскольку данных по приливным разрывам все больше и больше. А здесь показаны данные сразу по нескольким объектам, по четырем рассатовским случаям. Соответственно, пунктирная линия это вот тот самый закон T-3. Ну и вот есть разные объекты, которые, в общем, в целом неплохо ложатся на эту линию. Ну, особенно, если мы вот на эти черные квадратики посмотрим. Вот здесь долго, они, несколько лет, они прописывают очень хорошо этот закон. Ну и красные квадратики тоже, то есть просто очень поменьше. Насколько часто или редко это происходит, но вот типичная величина, которая так, если что-то одно запоминать, это где-то раз в 100 тысяч лет. на галактику. Учитывая, что галактик 10 в 11 степени в видимой части Вселенной это много. Ну, соответственно, даже если мы возьмем относительно небольшие расстояния, ну как небольшие, там, до Z-1, до Z-1 уже прорыв галактик, соответственно, вообще говоря, много событий в год должно наблюдаться, если вы достаточно хорошо мониторите небо в рентгеновских лучах в первую очередь, но и не только в рентгене, о чем мы тоже еще поговорим. Значит, темп постоянно пытаются уточнять как с точки зрения наблюдений, так с точки зрения теоретических моделей, и естественно, что основной вклад вносят легкие черные дыры, потому что, смотрите, больше всего звезд маломассивных. Маломассивные звезды довольно плотные. Ну, то есть, там, белый карлик в среднем плотнее, чем Солнце, белый, белый уж точно, красный карлик плотнее, чем Солнце, и, соответственно, тяжелые черные дыры не могут их разрывать, и вот на правом графике показан темп приливных разрушений звезд. Ну, здесь он еще на декаду по массе нормирован, но существенно, что вот это все прирастание темпа происходит за счет черных дыр малых масс. Вот одно из первых событий, или, ваше, не первое, которое увидел Рассад, и потом его мониторили долго, то есть, время в алгоритмической шкале отложено, мониторили долго, в том числе и с помощью Чандры, и добрались до момента, когда рентгеновская светимость вышла на уровень рентгеновской светимости галактики, то есть, все как бы вернулось к начальному уровню, с которого стартовал, а стартовал достаточно высоко, даже в момент регистрации, мы не можем быть уверены, что мы самый максимум застали, светимость была больше, чем 10,42 мм в секунду, и в течение 10 лет очень хорошо отслеживало закон минус 5 третий. Совершенно уникальное событие увидели в 2011 году, был зарегистрирован очень необычный гамма-всплеск, то есть, сработали триггеры именно у мониторов, которые наблюдают космические гамма-всплески, соответственно, вот он, 28 марта 2011 года, но всплеск был совершенно нетипичный, он вообще не похож на космические гамма-всплески, при всем их многообразии и морфологии, вот справа видно, как все это происходило, здесь довольно большое время, как вы видите, то есть, вот уже неделя, да, даже больше, миллион секунд. Соответственно, очень такое странное послесвечение в очень жестком диапазоне, ну и в мягких тоже наблюдается, и в радио наблюдается, в общем, что-то совершенно такое нетривиальное, и довольно быстро люди нашли объяснение. Это приливный разрыв, образуется диск, и образуется джет, и волею судеб в данном случае джет направлен прямо на нас, то есть, включился вдруг блазар, не было ничего, и вдруг блазар. И, соответственно, мы видим очень жесткое излучение, которое долго живет, поскольку такие диски долго живущие, вы видели, там до 10 лет идут рентгеновские наблюдения, соответственно, диск живет гораздо дольше, чем в случае гамма-всплесков, когда у вас образуются черные дразвездные массы. И, соответственно, вот вся эта необычная морфология кривых блесков естественным образом объясняется в такой модели. Событие достаточно уникальное, и по всем параметрам очень сильно отскакивающие от кучи других транзиентов, от активных ядр галактик, в общем, очень в стране лежит, очень большая энергетика. Большая энергетика, в первую очередь, в рентгеновском диапазоне. Но смотрите, еще раз я вам напомню, что речь идет о том, что вы видите калинированное излучение, направленное излучение, а потом пересчитываете полную энергетику, считая, что излучение идет в 4П, а излучение в 4П не идет. Это еще картинки по этому уникальному событию, с более крупно просто показанным вот этим авторглоу на разных масштабах. Здесь, соответственно, в логарифмической шкале можно и ранние этапы посмотреть, и поздние, и в линейной шкале, где хорошо прописана вот эта часть несколько дней этого всплеска. Хорошо. Ну, соответственно, все это прописали. С тех пор было обнаружено еще несколько джетов от проливного разрушения, и относительно недавно был обзор по джетам от проливного разрушения звезд довольно интересный. Соответственно, там представлены три таких надежных случая, когда джет направлен более-менее прямо на нас. Ну, все источники примерно на Z-единице. Вот он первый. 16-44. Самый близкий, кстати сказать. Ну, и везде, во всех трех случаях, виден рентген. Проливные разрушения регистрируют не только в рентгеновском диапазоне, но оптические и ультрафиолетовые данные тоже дают приливные разрушения. Ну, связано это с тем, в первую очередь, что у вас диски вот эти могут образовываться не на последней устойчивой орбите, а подальше. И тогда, соответственно, у вас получается более мягкое излучение. И вот соответствующий случай, который наблюдался на спутнике Галекс, как раз хорошо фитируется приливным разрушением. Черный герой с массой 10 миллионов масс Солнца и вот колечко, где все это произошло, где генерируется излучение, находится не на последней устойчивой орбите, а на 10-й радиус последнего устойчивой орбиты. Соответственно, наблюдалось еще несколько случаев, еще пара случаев оптических вспышек, связанных с приливным разрушением звезд. Естественно, они появляются из каких-то больших обзоров, но вот сейчас действительно всякие там цвики, всякие так называемые фабрики сверхновых, они вносят вклад в обнаружение приливных разрушений. Более интересный случай был опубликован в октябре прошлого года. Это первый случай регистрации, ну, как авторы думы, приливного разрушения в радиодиапазах. То есть, в данном случае рентгена просто не видно. Туда навели чандру и вот ромбиками показаны данные по этому источнику, вот радиоданные, а рентгеновские данные видите, есть только верхний предел. Здесь данные по соответствующим событиям этого номера сравниваются с другими случаями приливного разрушения, ну, и, в общем, показывают, что действительно это похоже на приливное разрушение, но впервые его удалось видеть вот только таким. В принципе, не исключено, что это какой-то другой транзиент, транзиент немножко другой природы, но результат совсем свежий, поэтому будем подождать. Соответственно, постоянно люди пытаются улучшать теоретические модели, и здесь есть сразу несколько сложностей. Во-первых, есть сложности собственно с расчетом течения, которое формируется, соответственно, вам нужно там уж как минимум пару оборотов просчитать, чтобы понять, что там происходит, кроме того, есть вопрос, как в деталях разрушаются звезды, то есть вы не можете просто сказать, что вот жила была звезда, а потом хоп, у вас получилось облако провиционно-несвязанного газа с массой равной массе звезды. На самом деле нет, у вас будет довольно сложная динамика разрушения звезды, сложная динамика впрыска, и это начинает зависеть от кучи параметров, как параметров звезды, так и параметров черной дыры. И это постоянно изучается. Но, во-первых, конечно, все зависит от массы звезды, каких-то звезд больше, каких-то меньше, какие-то звезды проще разрушать, какие-то сложнее. Естественно, когда у нас есть легкие черные дыры, которые разрывают любую звезду главной последовательности, то основной вклад в статистику приливных разрушений вносят звезды малых масс, красные карлики, ну и хорошо видно по горизонтальной оси отложена масса звезды, а, соответственно, 4 рисунка соответствуют разным диапазонам масс черных дыр. Но большие массы они с трудом что-то разрушают, вообще удивительно, что хоть что-то разрушают, легкие разрушают гораздо лучше, но все равно, а тут логарифм, все равно доминируют, естественно, маломассивные звезды, просто потому, что их больше. В расчеты закладывается что-то типа функция массы для нашей галактики. Соответственно, важны всякие детали. Важно, как вращается звезда, как ни странно, но вот на правом рисунке немножко лучше это видно, как меняется темп аккреции, ну то есть он выходит на зависимость 5 третей в этой модели, но выходит очень по-разному в зависимости от того, как вращается звезда. Естественно, очень важно, как вращается черная дыра, поскольку динамика течения вещества очень сильно зависит от вращения черной дыры и при этом, что существенно, но как-то у нас есть, вращается черная дыра в какую-то сторону, звезда может прилететь с любой стороны, то есть это как комета вокруг Солнца, она откуда угодно может взяться, в угол корток, в айсферическую. И, соответственно, у вас возможно вращение в одну сторону и вращение в разные стороны. Соответственно, это будет очень сильно влиять у вас, если черная дыра на мыши к этому будем возвращаться, если черная дыра вращается в ту же сторону, что и аккоррекционный диск вокруг нее, то последняя устойчивая орбита на половине шваршидовского радиуса находится. Если, наоборот, они вращаются в противоположные стороны, то на девяти шваршидовских радиусах. Естественно, это приводит к очень большей разнице наблюдательных проявлений. Ну и просто, как вы видите, динамика движения вещества очень разная и год назад люди это постарались детально посчитать. Но здесь важно, что, естественно, эта наука, она, как сказать, не прямо уж только что начинается, но она достаточно молодая и поэтому скажем, люди могут очень детально учитывать эффекты общей теории относительности на динамику вещества, но использовать при этом относительно простые звездные модели. А другие люди, наоборот, используют очень продвинутые звездные модели, что мы увидим на следующих слайдах, но используют более простые предположения, считая там черную дру вообще шваршидовским. Ну вот, собственно, учет структуры звезды детальный. Сейчас все активно осваивают набор программ пакет МЕЗа и, соответственно, рассчитывают структуру звезды и потом смотрят, как она приливным образом разрушается черной дырой. Ну, в данном случае черная дыра с массой миллиона Солнца разрушает звезду с массой одна масса Солнца. Но звезда находится на разных эволюционных стадиях. Соответственно, в самом начале главной последовательности, когда нет гелевого ядра еще, и уже ближе к концу главной последовательности, когда у вас есть очень компактное гелевое ядро, плотное, поджавшееся, и видно, что вы получаете очень разные потоки, потому что у вас разный профиль плотности по звезде. То есть в случае, когда звезда уже сильно проэволюционировала, звезда гораздо сильнее концентрирована к центру. Соответственно, вот еще один новый расчет. Здесь рассматриваются звезды разных масс в конце главной последовательности, и опять-таки сравниваются результаты, как вот считали по МИЗе, это сплошные жирные линии, тут и тут, справа и слева, и сравнивают это с политропом. Как вы знаете, звезда вообще в норме не описывается одной политропой, потому что есть конвективная оболочка, есть лучистое ядро, ну, к звезде там 0,3 масс Солнца это не очень относится, но тем не менее. Поскольку это все равно термин HMN то как бы тоже начинает частично относиться. И, соответственно, показаны законы, вот помните, раньше тоже 9,4 мы лекали один раз, вот 9,4, вот 5,3, соответственно, в некоторых случаях вот МИЗа лучше ложится на 9,4, то есть темп окреции спадает как время в степени 9,4, а не 5,3. Довольно интересный результат, я бы сказал. то есть таким образом получается, что по наблюдению приливного разрушения вы можете не только там попробовать массу звезды оценить, но и ее эволюционную статю, что вообще очень здорово, потому что соответствующие данные становятся инструментом для изучения звездных популяций в центральных областях далеких-далеких галактик, где, конечно, никаких отдельных звезд мы не наблюдаем. Мы с вами говорили в прошлый раз, что очень часто образуются пары сверхмассивных черных дыр, и это, конечно, влияет на приливное разрушение звезд. Причем влияет как на сам процесс приливного разрушения, так и на поведение диска после того, как, собственно, приливное разрушение уже произошло, и люди тоже это постоянно моделируют и пытаются найти примеры, когда это действительно реализуется. Например, здесь они обсуждают такие дипы, провалы в кривое блеска, когда мы видим источник, вот, опять третей идет, мы видим источник, а потом ничего не видим, хотя наблюдение есть, но только верхние пределы, потом опять видим источник, но в данном конкретном случае это удается описать в моделях двойной черной дыры. Соответственно, черные дыры влияют, вторая черная дыра влияет, во-первых, еще на подлете, когда у нас есть звезда, у нас работает эффект ледоказаи, ну и потом, когда у нас звезда разорвана, двигается газ, и начинает образовываться диск, то есть происходит вот такой фоллбэк, соответственно, на этой стадии второй компонент тоже может довольно сильно влиять, и люди пытаются более детально изучать динамик, рисуют всякие красивые картинки, очень симпатичные. Наблюдение приливных разрушений позволяет определять массу черных дыр, и, к слову, позволяет определить темп вращения черной дыры, и это довольно интересно. Вообще интересно смотреть, у каких черных дыр происходит приливное разрушение звезд, то есть в данном случае просто показано, что красные новые данные, взято измерение масс черных дыр, использованы корреляции с перси скоростей балджа, есть соответственно линиями показаны сама корреляция Best Fit и данные полученные для галактик с приливным разрушением звезд, они очень хорошо ложатся на эту корреляцию, но это просто интересно понять, выделяются чем-то эти галактики или не выделяются, но ответ не выделяется. Отдельно интересно, я так упомяну, в виде курьеза, к тому же всегда полезно придумывать новые слова, то есть это очень важно для продвижения, например, магнитары, половина удовольствия в том, что люди Данкен и Томпсон придумали очень удачное слово магнитары, не они первыми придумали сильно замагниченные нейтронные звезды, впервые, наверное, Владимир Руссов использовал в своей статье в модели гамос-плесков в каком-нибудь 92-м году, ну и буквально тогда же, с разницей год, написали свои статьи Данкен и Томпсон по совсем другому поводу, но придумали красивое слово магнитары, поэтому люди пытаются все время придумывать какие-то словосочетания интересные, иногда срабатывает, иногда нет, ну и естественно часто не срабатывает просто потому, что объектов таких не наблюдается, гипотеза не оправдалась, но вот здесь люди придумали красивое слово сквизар, и идея стоит вот в чем, естественно, иногда звезды пролетают близко от черной дыры, но не слишком близко, то есть приливное действие на звезду есть, оно мощное, но оно не разрушает звезду, и соответственно мощное приливное воздействие на звезду ее просто разогревает, и поэтому должны быть звезды в окрестностях черных дыр, испытавшие вот такое сильное приливное влияние, если они пролетели на расстоянии в десятые доли, в сотые доли парсека, но они не разрушились, и их можно обнаруживать, но, естественно, в других галактиках это дело сложно, люди обсуждали эту перспективу для нашей галактики, и, соответственно, рассчитывали эффект, ну и вот видно, можно вот на вот эту привык посмотреть, это температура, соответственно, пролетает звезда на расстоянии порядка одной десятой астрономической единицы, парсека, извините, на расстоянии от одной десятой парсека, и вот она потихонечку разогревается, то есть теоретически можно пытаться искать такие звезды, был бы довольно интересный результат, ну и вообще это, представляете, это шикарный способ вообще изучать внутреннюю структуру звезды, попробуйте вот сделать со звездой вот так, нам же интересно как с ней экспериментировать, у нас ничего не получится, а при близком подлете в черной дыре такое само собой происходит, очень красивые идеи. Хорошо, движемся дальше, переходим к следующей части нашей программы и поговорим о структуре диска вокруг черной дыры. Микролинзирование позволяет наблюдать структуру диска, это крайне, на мой взгляд, интересный результат. И, конечно, вот такую красивую картинку мы не видим, но к этому мы еще вернемся. И пока она крутится, я наношуясь, вот здесь меняется профиль линии железа. Линия железа, ну а слева она, собственно, нарисована. Сама линия имеет центральную энергию 6,4 кВт, возникает такой сильный специфический профиль, который мы еще обсудим. И связано это с поведением вещества в диске вокруг черной дыры. Изучая профиль линии, можно это изучать. Соответственно, есть два основных способа изучать структуру диска. Это изучение спектральных линий и микролинзирование. Ну вот, начнем мы с микролинзирования. Когда я впервые об этом прочел, результат казался совершенно фантастическим, прямо вот меня до сих пор восхищает. Идея состоит вот в чем. Давайте я вернусь к предыдущему слайду. Вот наблюдатель, вот далекая галактика активная с центральной черной дырой и диском. То есть, то, что нарисовано, это самые недра. Вот он, диск. И галактика источник линзируется на галактике на очи зрения. Есть глобальное линзирование на всей галактике. Это большая штука с таким размазанным потенциалом. Все хорошо. Но в этой галактике летают отдельные звезды. И происходит линзирование почти точечного, но существенно, что он не точечный, источник, очень маленького источника аккордационного диска на отдельных звездах вот в этой галактике. И вот такие наблюдения позволяют определить по сути структуру диска. То есть, что удается определить? Удается определить размер диска, он по вертикальной оси отложен. Ну, размеры это характерные области излучения света, да, соответственно, обычно определяют радиус, внутри которого спускается половина излучения. Да, вот поэтому half-light диск радиус. Но вы это можете делать на разных длинных волнах, в разных полосах, причем для многих галактик, начиная с ультрафиолета и заканчивая инфракрасом. И тогда вы увидите удивительным образом, что диск больше на более длинных волнах. И это естественно, потому что на более длинных волнах вы видите более холодные части диска, которые находятся дальше от центрального объекта. И таким образом вы получаете вот из таких наблюдений, из наблюдений микролинзирования, вы получаете профиль излучения по диску и можете сравнивать его с теоретическими предсказаниями, с дисками Шакура-Сюняева, ну или с каким-то еще решением. И последние несколько лет люди очень активно этим занимаются. Это вот такая, на мой взгляд, очень интересная область исследований. Представьте, прикиньте угловой масштаб, то есть какое нужно было бы угловое разрешение, чтобы это увидеть. Бог знает, где находится галактика, поскольку это галактика источник, они все очень далекие. И там не то, что никакой телескоп горизонта событий, никакой там следующий космический телескоп горизонта событий, никакой миллиметрон никогда этот диск не увидит. А здесь вы получаете просто карту диска, и данных набирается много по разным галактикам, и можно даже смотреть замечательную вещь, это размер диска от массы черной дыры. То есть чем больше масса черной дыры, тем больше размер диска, увеличивается внутренняя граница, поскольку меняется последняя стоящая ворота, все становится больше. И действительно такая зависимость наблюдается. Теперь вам уже не нужны наблюдения на многих длинных волн, вы можете как раз на какой-то одной длине волны сравнивать все это. Ну вот именно это здесь и сделано, и видно, что все ложится хорошо на ожидаемую зависимость. Значит, количество данных постоянно растет, я не буду об этом говорить, наверное, о стандартных дисках. Ну, у стандартных дисков, собственно, самое важное, что нам нужно, просто это на графиках будет появляться. Стандартный диск, это диск Шакура Синяева, соответственно, оптические геометрически тонкий диск, и, соответственно, у него есть решение, как температура распределена по радиусу, и поэтому вы можете получить решение для вот этого Half Light Radius в зависимости от длины волны. То есть, здесь, естественно, масса черной дыры стоит, все как бы хорошо, но самый главный параметр, кроме массы черной дыры, это просто длина волны, на которой вы наблюдаете. И зависимость получается, 4 трети. Вот это стандартный диск Шакура Синяева. Интересная работа появилась 10 лет назад, когда люди для очень большого количества источников померили эту величину, и, как видно, в подавляющем большинстве случаев, кроме вот этого, получили что-то совсем не похожее на диск Шакура Синяева, вот эта линия, это диск Шакура Синяева. Ну и как бы странно, да? Ну, может быть, вот этот еще похож. Это странно, это надо объяснять, а примеров как вы видите много. То есть, в основном типично они не совпадают, и Шакуров вместе с Пашей Абалмасовым написали очень интересную работу по этому поводу. Собственно, они показали, что это просто сверходентоновские диски. И если у вас диск сверходентоновский, то у вас внутренняя часть диска начинает активно испускать вещество, и у вас над диском, который должен быть тонким, у вас формируется оптически очень толстая и большая такая оболочка, которая рассеивает излучение диска. На семинарах Шакура брал какую-нибудь лампу с абажуром, показывал, я говорю, ну вот вы не видите какой там формы лампы, тогда еще были лампочки накаливания, прям спиральку можно было видеть, а если абажур, вы уже не видите никакой спиральки. И таким образом удалось объяснить вот эти данные, несовпадение с диском Шакура-Сюняева, это действительно происходит в основном для сверходентоновских дисков, где вы, собственно, видите не диск, а видите оболочку. И поэтому, ну вот я могу вернуться сюда, поэтому размер не меняется, все равно, на какую длину он смотреть, вы все равно видите сплошной абажур. Есть еще одна интересная методика выяснения структуры диска, совсем недавно, вот мая этого года, несколько дней назад появилась эта статья. Идея это опять-таки реверберационное картирование. Мы обсуждали реверберационный метод определения масс черных дыр, здесь немножко по-другому все происходит. Значит, смотрите, идея такая. У нас есть черная дыра, диск и корона над диском. Корона, как вы помните, за счет комптонизации формирует жесткое излучение, которое частично уходит наружу, а частично падает обратно на диск. Но корона достаточно компактная в сравнении с общим масштабом диска. И поэтому корона освещает вначале внутреннюю часть диска, а потом внешнюю. То есть, если это точечный источник, лампочка где-то висящая, висящая примерно над центром диска, соответственно, вначале она освещает внутреннюю часть, а потом внешнюю. И, соответственно, если есть какая-то переменность в излучении короны, то тогда отклик будет в начале жестком излучении, а потом отклик будет в оптике, то есть возникает задержка, и это опять-таки позволяет построить профиль диска. на графике собственно это показано, здесь данные рентгеновские, ультрафиолетовые, оптические и кусочек такой очень красный, инфракрасный по сути. И вот здесь показана задержка, задержка по отношению к вот этой ультрафиолетовой волне, поэтому здесь видите, вот все четко в нуле, и чем дальше мы уходим, тем больше эта задержка, ну там с какими-то отклонениями легкими, но тенденция качественно видна, вы уходите на более длинные волны, и соответственно у вас возникает вот этот лэг, возникает задержка, и таким образом вы тоже картируете диск. Наконец, в некоторых случаях диск можно просто непосредственно наблюдать, и для этого не обязательно использовать телескоп горизонта событий, ну вот, например, телескоп VLT в интерферационной моде, уже довольно давно, ведь статья не такая, не супер свежая, дали картинку диска для галактики Центавра на субпарсековых масштабах. Про диски соответственно все уже много знают, спасибо Кепу Торну, здесь очень наглядно на мой взгляд показаны все основные эффекты, единственное я, наверное, про еще один, ну, дальше он тоже будет на слайдах, но я начну говорить. Значит, эффекты. Здесь мы смотрим на диск просто сверху, вот это черная дра не вращающаяся, света вращающаяся и оси совпадают. Соответственно, здесь последняя устойчивая орбита это три РЖ, здесь одна вторая РЖ, просто же МНС квадрат. Соответственно, мы видим эффект гравитационного красного смещения, здесь он гораздо сильнее. То есть, если вы каким-то образом можете, а мы можем измерять именно гравитационное красное смещение, то в простейшем случае, вообще говоря, случай может быть не простейшим, в простейшем случае вы определяете радиус внутренней границы диска в наблюдениях в линии и тогда померив красное смещение вы можете определить размер. Соответственно, зная массу черной дыры, вы можете определить спин черной дыры, вы можете определить скорость вращения черной дыры. Теперь начинаем наклонять диск, левая часть движется к нам, красная от нас, поэтому, во-первых, возникает эффект Доплера, вот то, что все всегда произносят обязательно. Есть еще один эффект, есть эффект релитивистского бинненга. Как вы помните, движущийся объект перестает иметь в лабораторной системе отсчета сферическую диаграмму направленности, даже если в собственной системе у него сферическая диаграмма направленности излучения, он начинает излучать в основном по движению, и то и другое приводит к усилению излучения той части диска, которая движется к нам. Ну и плюс происходит посинение, то, которое движется к нам и покраснение от нас. Ну и, наконец, когда вы наклоняете диск очень сильно, работает еще один эффект, эффект гравитационного линзирования, то есть искривление световых лучей, но на правой нижней картинке он хорошо показан. Переднюю верхнюю часть диска мы видим более-менее без искажений, задняя верхняя как бы к нам приподнимается, поэтому возникает вот такая вот структура, такой мираж, и, наконец, возникает совсем такой забавный мираж, мы видим заднюю нижнюю часть диска, световые лучи идут по вот такой траектории. Ну вот, еще раз эта картинка, а вот она у нас линия железа. Линия железа, так, прошу прощения, сейчас мы все это вернем обратно на проигрывание. Иногда выбивает. очень быстро доматываем до нужного места и больше не запускаем этот мувик. Бог с ним. Так, давайте я отрегулируюсь, проверю, что у меня все видно. Хорошо. Так, еще может чуть-чуть лучше. Вот так еще лучше. Хорошо. Соответственно, вот этот диск из Интерстеллара есть очень хорошая понятная статья, если кто-то хочет правда разобраться, как все это формируется. Несколько лет назад вышла статья, вот картинка оттуда уже. Соответственно, здесь, как вы видите, разные части диска разными цветовыми кольцами показаны. Ну и, соответственно, можно провести такой один-в-один мейпинг, где что, какую часть диска мы наблюдаем, ну и всякие уравнения там выписаны, кому интересно, рассказываем, как все это считалось. В общем, очень интересная такая содержательная статья. Так, еще сделаю. Хорошо. Соответственно, нас интересует спектральная линия. Вот это выписан радиус вот R+, то есть, когда у вас керовская черная дра, у вас возникает два характерных радиуса, да, и радиус последней устойчивой орбиты при максимальном вращении равен R+, потому что вот эти два члена компенсируют друг друга, и, соответственно, здесь вы получаете просто gm на c квадрат. Ну, а в случае шваршильдовской черной дыры, когда здесь, соответственно, ноль момент, то добавляется еще один gm на c квадрат, вы получаете два gm на c квадрат для шваршильда. А если предельно керовская, но в другую сторону, то, соответственно, вот здесь мы с вами получим 9 gm на c квадрат. Хорошо. Да, ну, в смысле, не здесь, а для последних точек орбит мы получим и 9 gm на c квадрат. В этой формуле так не получится. Хорошо. Вот он, профиль линий, и здесь сравнивается профиль линий для керовской черной дыры, которая вращается в ту же сторону, что и диск это важнее, со шваршильдовской. Соответственно, работают 4 эффекта. Эффект доплера, релятивистский биминг, искривление световых лучей и гравитационно-красный смещение. Соответственно, вот этот второй рок, вот он тут слабо проявляется, но он тоже есть. Это все эффект, это доплер, биминг, очень сильно работает вот здесь, и самое главное гравитационное красное смещение. То есть, вот это красное плечо, так называемую линия, оно очень хорошо наблюдается, и здесь сильные изменения энергии. То есть, вообще говоря, больше чем в два раза меняется энергия в линии, потому что на единичке, на 6,4, если это кальфа-линия железа, испускается все далеко от черной дыры в преимнережении доплера всяким. Соответственно, то, что испускается диском, ну пусть это на луче зрения, поэтому эффекта доплера и биминг ничего нет, соответственно, испускается на луче зрения, и все это тянется до последней устойчивой орбиты, соответственно, можно уйти до энергии уже там несколько килоэлектрон-глуб. Если, наоборот, черная дыра вращается в другую сторону, то эффект будет в обратную сторону, потому что у вас последняя устойчивая орбита становится дальше. Вот здесь сравниваются, соответственно, шваршильдовская красная, предельно керовская соосная, и предельно керовская вращающаяся в противоположную сторону. Вот видно, что снова в идеальном случае, еще всякие неидеальности, мы о них поговорим, возникают очень разные профили линий. Ну, а здесь показан радиус внутренней границы диска, вот при предельно вращающейся в другую сторону 9, Gm на c квадрат, как мы говорили, в ту же сторону, просто Gm на c квадрат, и известное значение 3 шваршильдовских радиуса, 6 Gm на c квадрат для невращающейся черной дыры. То есть в идеале мы прямо можем по таким спектральным данным определить спин черной дыры. И это удается делать, вот реальные наблюдения, это еще спутник АСТО, довольно старые данные, и такие данные в основном получаются как раз по активным ядрам галактик, то есть для сверхмассивных черных дыр мы хорошо меряем спины, для галактических черных дыр не так хорошо получается. соответственно берется профиль линии со всеми эффектами, которые мы обсуждали. Единственным параметром в такой простой подгонке является параметр А, параметр вращения черной дыры, который принимает значение от минус единицы до единицы. Ну и вы фитируете, добиваете наилучшего согласия и говорите, что спин черной дыры такой же. такой-то. Соответственно здесь видите в полтора раза это очень сильный эффект, значимый до четверки очень хорошо меряется, что у вас есть гравитационное красное смещение. Потом полетел XMM-Nьютон, XMM-Nьютон напомню, большая дорогая рентгеновская обсерватория, которая отличается тем, что там стоит фокусирующая оптика с очень большой собирающей площадью. То есть иногда говорят, что Чандра лучше, чем XMM, вопрос по какому параметру. По угловому разрешению да, но по собирающей площади нет. Поэтому когда вам просто нужно набрать много фотонов, чтобы построить хороший спектр, то, как правило, XMM оказывается лучше. Есть, правда, случаи, когда и Чандра оказывается лучше, именно за счет углового разрешения хорошего они могут взять самый источник. То есть у вас в дырочку не проваливается излучение фона каких-то окружающих излучающих вещей. Вы берете самый источник, ну, например, нейтронная звезда в центре остатка сверхновой. Вы можете взять прямо саму нейтронную звезду и спектр остатка сверхновой не добавится туда. Но в данном случае XMM очень хорош. И здесь видите, насколько дальше можно протянуть. Ниже трех килоэлектронвольт тянется вот этот профиль и очень классно все меряется. Хорошо. Соответственно, иногда можно использовать более хитрый подход. Очень сложно, можно делать всякие очень сложные спектральные модели и фитировать наблюдаемые спектры. То есть не по одной линии, а вообще фитировать спектр. И соответственно это тоже делается. и есть довольно много результатов. Видите, там чем больше данных, тем меньше все на табличке получается. Как бы то ни было, очень активно развивающееся направление, но и с появлением новых спутников особенно хорошо, если бы были все-таки хорошие спутники для наблюдения прямо спектральных линий. То есть по всей видимости это требует установки охлаждающих установок на рентгеновские спутники, пока это не реализовано, но японцы непрерывно пытаются это сделать, у них возникает ряд проблем с этим. Хорошо. У черного дыра вообще по разным методам наблюдается много всяких красивых эффектов общей теории относительности. Чуть меньше двух лет назад появилась замечательная статья, где люди мерили гравитационное красное смещение для звезды S2. Напомню, что в течение долгого времени это была самая близкая известная звезда к Сагитариусу Асо звездочке, но теперь это не самая близкая. Но тем не менее есть шикарные данные, где прямо мы видим эффект общей теории относительности. Есть всякие сложности относительно измерений по статуральным линиям. Связаны они с тем, что в принципе в зависимости от режима аккреции доминирующим в излучении линии может быть вовсе не область вблизи последнего устойчивого орбита. И это вообще говоря хорошо бы детально моделировать. Здесь есть кое-какие неясности, но люди пытаются что-то делать. Я просто хочу сказать, что зачастую, когда мы видим прям просто спин черной дыры 0.68 например. На самом деле нужно все-таки смотреть, какие модели люди использовали, какие предположения делали, и там может быть какая-то систематика. То есть, скорее всего, если там они намерили больше, чем 0.98, это все равно быстро ворачиваясь черная дыра, и, скорее всего, там сильно ничего не изменишь. Но, вообще говоря, для такой количественной точности нужно аккуратно смотреть на использовавшиеся модели. Наконец, вот эффект, на котором я хотел остановиться еще, это то, что очень важно, как ориентирован диск относительно нас, поскольку если диск к нам наклонен, то начинается очень сложная взаимная игра различных эффектов, которые априори трудно разделить. И поэтому появляется дополнительная неопределенность в определении параметра спина за счет того, что мы не знаем, как правило, ориентацию диска, но иногда, кстати, знаем, и тогда это помогает получить более точные данные. Есть данные измерения не только для сверхмассивных черных дыр, но и для черных дыр в двойных системах, при этом их не так много, к настоящему моменту может быть около десятка, и используют самые разные методы для этого. Хорошо, на этом я тогда заканчиваю эту лекцию, и у нас останется еще два небольших отрывка, один из них будет посвящен первичным черным дыром, а второй горизонтом. геннистиками, show